А сейчас Анатолий Пережогин! Встречайте! Здравствуйте, дорогие друзья! С праздником вас! Столица — это не только стольный град от того, что здесь находится престол. Столица — это еще и сто лиц. Сто лиц — это мы с вами. Это наши предки, которые строили этот великолепный город. Это те, кто сейчас его строят. И чтобы вам дать картину поэтическую этого масштабного строительства, я прочитаю свою поэмку под названием «Фрязина и Фрязин». Как вы знаете, есть такой подмосковный наукоград Фрязина. А рядом с ним — Фрянова, а рядом с… недалеко — Фрязьево. Но почему они так называются, вам сейчас должно быть понятно. «Фрязинами» спалили на Руси Выходцы и далее далекой. Вот сейчас прохожему спроси, «Кто они?» И ноги ли с ней проков и ответят. Прок, однако, был Жизнь вложили сходь талантами, был в просветании северной страны. Вот примеры нам из старины. Крязины искусственные творцы Разводили храмы и дворцы, Стены, башни, здания Кремля. Возвышалась русская земля, Пушки лили и колокола, Отврат врагов Руси брала, Как легенда, что родилась в старь, С ними появилась пушка царя. Что не Крязин, чудо инженер, Много он предпринял разных мер, Чтоб возвысить русского царя. В общем, жил он на Руси, не зря. Царь зато по-царски награждал, Села и менее многим дал. Вот и прозывается давно. Но это поселение Крязинова. Крязин Атанасио Чечерий точно знал, А может, просто верил, что произошел Аценцированно. И он тогда поблизости от трона, Будущего лучшего залог, Злою он служил в палеолог, Когда та перебралась на Русь. Точно рассказать здесь не берусь, Лишь скажу, что думает народ. От него пошел дворянский род, В том роду известна вет одна, Связь которой с Пушкиным видна. Бабушка поэта, вот дела, Родом из Кичериных была. Есть еще заметная примета. Бабушка великого поэта Обучала грамоте у него в детстве. Но сейчас важнее всего Почерпнуть здесь родственную сверсть, Что питала строк бессмертных вязь. Сын ее, известный как поэт, Восхищался Сашей много лет. Это он учил стихи слагать. Это он стремился помогать Саше И отвез его в лицей. Видел гения в его лице. Русь всегда богата на таланты. Есть идея, что они атланты, Что трудом поддерживают небо. И в везде в веках, помимо хлеба, Творчество питало. Вдохновение, все решения И сопротивления косности Им не были преградой. Потому позднее люди рады Их существованию на планете. Все ответы не во тьме, А в свете. Вот посыл грядущая, Подонка, в их произведениях, Как в Кодонках. Достижение истинных творцов. Всех людей суммарное лицо.